Привет, друзья! Всем отличного настроения! Вы на канале Алга Петербург вместе с Сашей Карельским. Буквально на днях был на YouTube канале Димаша, чтобы посмотреть, как там идут дела. Подписчики растут. Также мне стало интересно, какое самое популярное видео у Димаша на канале. И оказалось, что это видео с концерта, посвященного юбилею Примадонны российской эстрады Аллы Борисовны Пугачевой, который прошел в апреле 2019 года. На этом вечере Димаш впервые исполнил кавер на песню «Любовь, похожая на сон». Нужно отметить, что самой Аллы Борисовны на этом вечере не было. А жаль. Потому как Димаш настолько проникновенно и недосягаемо по-новому исполнил эту песню, что за год только на официальном YouTube-канале Димаша ее посмотрело свыше 8,5 миллионов человек. К слову, хочу добавить, что даже визитная карточка Димаша песня «СОС» Видео, где он исполнил эту песню на славянском базаре в Витебске в 2018 году, собрало меньше просмотров. Мне показалось, что это может быть очень интересной темой для нашей с вами сегодняшней беседы. Перед тем, как мы начнем, анонсом попрошу лайк, чтобы видео попало в тренды. Если разочарую, то всегда сможете его забрать. Песня «Любовь», похожая на сон, и для меня является одной из самых любимых композиций в исполнении Димаша. И даже когда я пел эту песню на уроке по вокалу, кто не в курсе, обязательно посмотрите видео вот по этой ссылке, то главной проблемой было то, что я пел эту песню на мотив, исполненный Димашем, а фонограмма звучала на мотив, исполняемый Аллой Борисовной. Учитель Павел никак не мог разобраться, в чем причина. В общем, смотрите сами. Эстрада, как Димаш, хочу. Я люблю эту песню как в исполнении Примадонны, так и в исполнении Vocal King. Поэтому не буду в этом видео сравнивать талант двух этих выдающихся артистов. Однако не буду лукавить и скажу, что для меня, а возможно и для многих Dears, было бы интересно услышать мнение Аллы Борисовны Пугачевой. О том исполнении, который продемонстрировал в тот вечер любимец миллионов Димаш Кудайберген. Мы уже слышали восторг, как от первого мужа народной артистки СССР Филиппа Бедросовича, который признался, что это был лучший кавер этой песни за последние четверть века. Так и от второго, нынешнего мужа Максима Галкина, который тоже находился под сильным впечатлением на том самом вечере. А наличие Димашем награды за лучший кавер-трибют года по версии премии московского комсомольца ZD Awards лишь подтверждает тот факт, что песня обрела вторую жизнь. И теперь новое поколение будет наслаждаться этим стопроцентным хитом. Надо отдать должное, что песня «Любовь, похожая на сон» стала популярна в народе мгновенно с момента первого исполнения Аллы Борисовны в 1994 году. И если разбирать этот феномен в двух измерениях, то однозначно можно сказать, что этой песне два раза повезло с исполнителями. Согласитесь, что хитом песню прежде всего делает личность. Оба артиста — невероятные харизматики, которые умеют приковывать к себе внимание с первых секунд выхода на сцену. У обоих в творческой биографии одни хиты. Каждая новая песня воспринимается публикой с любовью и трепетом. Такой же успех я наблюдал у шведской группы ABBA. Вот уж выдающиеся ребята. Оба артиста за свою карьеру никогда не боялись рисковать. Немногие знают, что знаменитый номер Аллы Борисовны Пугачевой на песню «Миллион алых роз» полностью затея Примадонны, противоречащая всем нормам безопасности. Она захотела спеть свой новый шлягер «Миллион алых роз», раскачиваясь на трапеции. Трапеция устроена следующим образом. От нажатия кнопки она стремительно снизу вверх взмывает под самый купол. Алла в тайне от съемочной группы решила, что будет эффектнее, если она выступит под куполом. Она подарила ассистенту, который стоял на пульте, свой автограф. И он в нужный момент нажал на кнопку. А когда Алла начала петь, трапеция начала крутиться вокруг своей оси. «Миллион алых роз из окна, из окна, из окна видишь ты». Когда началась съемка, вся команда похолодела от ужаса. Ведь изначально все съемки планировалось совершить внизу. Даже воздушные гимнасты по законам техники безопасности, если поднимаются на высоту свыше пяти метров, обязаны надеть страховочный трос – лонжу. Пугачева же работала без всякой страховки. В случае с Димашем риск тоже свойственен его натуре. Потому как взять супер-хит и сделать из него нечто большее, на это мог отважиться только уверенный в себе артист. Причем за его карьеру таких случаев было... да постоянно. И это не просто филиграмно перепетые копии песен, а полностью переосмысленные художественные произведения. А про трюки под куполом стадиона вы и сами все знаете. Не удивлюсь, если следующий прыжок на сцену будет с парашюта. Также оба артиста никогда не боялись быть осмеянными и никогда не зависели от мнения окружающих. Пугачева никогда себя не сдерживала ни в творчестве, ни в жизни. За что советские власти, конечно же, внесли в список неблагонадежных певиц. А что касается Димаша, то я до сих пор помню его фразу, ставшую уже мемом в сети. Дядя Юра, обращенную к Юрию Шатунову на одной из передач Малахова. И стремительную, молниеносную эмоциональную поддержку маленькой девочки с ограниченными возможностями, которая спела песню тоже в одной из передач Малахова, посвященной юбилею Игоря Крутого. Димаш единственный, кто отреагировал так, как подсказало ему сердце. Еще оба артиста могут похвастаться самой широкой аудиторией. Если вы помните, то в наше время был очень популярен мультик «Ну погоди». Так вот, в одной из серий был отрисован персонаж. Я думаю, вы сейчас поймете, о ком я. А песню «Айсберг», которая также звучала в этом мультфильме, пели все дети на школьных утренниках. Димаша, как вы знаете, тоже ходят слушать всей семьей. А участие артиста как персонажа в японской манге только укрепит эту тенденцию. Аллу Борисовну, как и Димаша, в какой-то мере можно назвать первопроходцем. Это одна из немногих певиц в Советском Союзе, о которой всерьез заговорили с границей, называя ее «Совет Стар». Ну а в случае с Димашем, комментарии здесь будут лишними. Димаш сделал совершенно новый, качественный скачок, оставив позади всех звезд современной и постсоветской эстрады, включая и саму Примадонну. Это выражается во всем. И в том фантастическом диапазоне голоса, который многим артистам, к сожалению, только снится. И в том, что Димаша способны слушать и слышать на разных континентах, независимо от того, на каком языке он исполняет свои песни. В том числе, это касается и песни «Любовь, похожая на сон». Песня Аллы Борисовны «Любовь, похожая на сон» уже спета. И она навсегда останется в истории российской эстрады. Пускай не кончится она. Песня, исполненная Димашем, эхом раздается по всему миру, трогая за душу людей, даже незнакомых с текстом композиции. Это я и называю феномен Димаша. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok